Гомельске Аблвыконкам подякавау працевникам Республиканского унитарного предприемства Гомель Энерго. Таким чином оценена их работа по одновлению энергосбеспечения населенных пунктов, которые потерпели у вынику несприяльного надворья. Предприемство наведали наши корреспонденты. Для обычного человека наступство мощного снегопада – это, прежде всего, пригожие краевиды и мягчимость урештся отчуть надыход зимы. Правда, в населенных пунктах, где вынику такого надворья отбывается отключение электрозабеспечения, настрой не таки радостный. Причим размова не только об темры у домах, а и проблемах на живелых одолжих комплексах. Усягожны при конце минулого тыдня на Гомельшине потерпели коля 200 населенных пунктов. Сильный дождь, переходящий в мокрый снег, налипание снега на деревья, особенно хвойные деревья, ломало деревья, ветви. Деревья ложились на линии электропередач, происходило перекрытие линии электропередач, отключения аварийные. И в некоторых случаях происходил обрыв проводов на линиях электропередач. Отключения начались где-то с 4 часов утра 8 января и продолжались до 19 часов 8 января в течение дня. По существу, получалось, у нас где-то каждый час отключались по две высоковольтные линии. Одновленчая работа велися не только днем, а и в темный час суток. Усягогу ликвидации наступства в стихии были задейнишены больше, как 200 человек и 65 одинок техники. Сегодня усяг она находится на вытворчих базах, а и при необходности у любой момент готовые выехать на место сдарения. Яя махчимостя дозволяюсь ликвидовать аварийные ситуации на любой территории. Линии электропередач часто знаходятся у тяжко доступных местах. Трапить куды на завышайной технице немахчимо. У ближайшие дни на гомешине знов чакаются снегопады, але энергетики до их готовые. Особых проблем не имеется, так как у нас машины полноприводные, мощные, используются на бездорожье, у лесистой местности, на болотах, где трудно подъехать с другой какой-то техникой. У значной ступени проблемы с порывами линий электропередач связаны с тем, что и они проходят прозлесные массивы. Зараз вокруг их пошли робить больше широкие просеки. А леша застается достатково шмат местов, где сломанные, увы, не кустыхи древы падают на линии. Для продухеления таких ситуаций на гомешине выкористовываются новые техничные решения. У нас построен участок линий на повышенных опорах. Высота подвеса провода 58 метров. То есть провод проходит над лесным массивом, и падение деревни в данном случае для нас не страшно. Это что касается основной сети. Что касается сети 10,04 кВт, мы уже более 10 лет строим высоковольтные и низковольтные линии электропередач с изолированным проводом. Это означает, что если дерево небольшое, оно упало и висит на проводе, то это сохраняет электроснабжение потребителей. После того, как стихийные явления закончились, мы в спокойной обстановке отключаем линию без отключения потребителей и снимаем эти деревья. Таким образом эта проблема решается.